добрый день уважаемые слушатели канала самдеец как бы нам не хотелось остановить время это неизбежно заканчивается а осень неотвратимо приближается сегодня я иду по городу и вижу как школы приготовились встречать своих озорных и непосердливых учеников на первой линейке а что же мы будучи школьниками думали об этом времени я шла вспоминала и конечно вспомнила что был календарик и я отчитывала если первый месяц это был такой плавный переход с обучения к отдыху и это такая адаптация была июль отдыхала абсолютно спокойно свободно понимая что еще авгу спереди а вот август там реально все уже по деньку по деньку бывало и есть стихотворение маленькое такое четверостейшее со школьников мы давно пересмотрели все лески в календаре мы считаем дни недели нам учиться в сентябре на самом деле это время приближается и давайте поговорим чем же особен этот сентябрь и перейдем на язык архетипов августовская справедливость берет правды правления и передает сентябрьскому отшельнику мы посмотрим что у нас на картиночке вот такая такой архетип справедливости строгая да была в августе дама две справедливости было и она плавно и логично передает образы отшельнику этому старцу мудрому который никуда не торопится идет потихонечку своей дорогой освещать путь себе и другим людям кто идет за ним и сентябрь и без того символ учебы а если добавить себя сюда еще и качество архетическое качество этого отшельника то получается что месяц очень важен для самообразования и обратите внимание что учебный год мы начинаем в сентябре по отшельнику а заканчиваем в мае в мае у нас энергия жреца архетип учителя и официального обучения два таких мудреца они обрамляют весь период обучения и это все довольно интересно и наводит на философские рассуждения ну прогностика на сентябрь ждет что нас ждет интересно довольно месяц конечно те у кого не в карме если смотреть кармические портреты это считается то если энергия стоит кармической позиции или она сама по себе кармично то это всегда про то что можно быть максимально аккуратными максимально сконцентрированными и понимать что можно ожидать какие эффекты и как нам судьба будет подкидывать какие-то новые задачки интересные задачки но если про общую картину которую нам покажет сентябрь то находясь под управлением этой энергии отшельника и духовного проводника по пути мудрости на этом пути каждый встретиться со своим опытом и приобретает свою мудрость и ведет этот отшельник по энергии вода справедливости то есть по социальном пути и здесь каждый встречается со своими социальными задачами и для того чтобы прожить вот этот сентябрь плюсом по успешной стратегии нужно обратиться к себе своей аутентичности индивидуальности своему творческому источнику и тогда нам будет встречаться дружественные энергии которые будут обучать слушать свою душу только свою душу свои мысли опираться на свой индивидуальный опыт и отшельник учит опираться на себя на свой талант на свою фантазию жить транслировать свой внутренний мир мир реальный через творчество отдавая и рождая свои продукты услуги а если посмотреть на стратегии не успеха тогда здесь можно обнаружить что вроде бы человек например много обучался долго обучался но он не решается показать себя не решается сказать себе показать свои знания умения и и важно структурировать свои знания прописать описать свое позиционирование как человека который нашел себя в какой-то нише которая его интересует и которая цепляет его когда человек чем-то увлечен когда он что называется горит своим делом это очень хорошо видно считывается и доверить такому человеку оно возрастает и всегда находятся люди которым он может передать свои эти знания накопленные и конечно если знания пойдут в люди то сам месяц сами энергии месяц они будут поощрять вот этот настрой чтобы реализоваться и не важно уже будет конкуренция для кого-то то есть профессионал он всегда правится со своей задачей важно внутреннее спокойствие внутренняя уверенность том что бог нас создает и наделяет своим каждого человека наделяет своим талантом своим комплексом возможностей поэтому все кто не решался но хочет например пойти к рукоделием или самозанятость например как вариант то сентябрь хороший месяц для того чтобы пойти немножко отойти немножко от привычных своих паттерн своих дел и уйти нечто новое для себя ну давайте посмотрим какие уроки приготовил сентябрь этого года для людей рожденных в январе уроки это то что предстоит выучить поскольку мы про обучение говорим да то уроки можно рассматривать в контексте плюсы минуса мы сейчас посмотрим если в пюсе то это период перемен удачи успеха но вы должны понимать что вам не все подконтрольно и все перемены они во власти судьбы многие ситуации которые не сможете изменить рассынивайте как счастливый случай любые перемены обернутся вашу пользу время для отдыха и бонуса предыдущие периоды встречи с нужными людьми новые возможности все складывается так как выгодно вам выбирайте свое окружение она будет играть начиную роль общайтесь с позитивными людьми успешными поймайте поток удачи доверьтесь ему тогда он приведет вас к успеху замечайте возможности шансы которые предоставляют судьба будьте активными в этот период не ленитесь расслабьтесь и наслаждайтесь жизнью что же в минусе в минусе может консультация напряженность желание все контролировать и это все не приносит успеха буквально валится вдруг ничего не получается а может проявляться лень нет активации нет цели в жизни а нет смысла что то делать или вы попали не в тот поток или общение не с теми людьми и тогда закрывают перед вами двери вы упускаете свои шансы и возможности наступает навезение стагнация пассивность не знаете чего хотите нет конкретики и через окружение вам будут приходить возможности вам будут звоночки все таки на как встать на свою дорогу свою дорогу этого отшельника дальше для рожденных февраля плюсы активные занятия спортом дает жизненную энергию действуйте будьте активными тогда получите все что хотите но избегайте трудоголизма держите баланс между работой и отдыхом не страшно сила духа выносливость упорство все сюда преодоление трудностей продуктивно используйте свою силу много гулять и на природе пешие прогулки идут вам на пользу избыток энергии даст сил для а больших результатов ну а в минусе могут проявляться лень апатия и все это негативно скажется на здоровье если вы не будете использовать энергию на достижение своих целей то нерастраченная энергия отложится в лишний вес агрессивное поведение конфликты подавления окружающих тоже в минусе занимайтесь тем что вам нравится не заставляйте себя делать то что не хотите и тогда все ваши действия и поведение будут отражаться через мир вокруг вас красивыми а если работа на износ она будет притягивать людей которые будут либо пользоваться вами либо вас истощат еще больше да поэтому берегите себя учитесь расслабляться контролируйте свои желания и действуйте постепенно все-таки у нас энергия месяца не медленно я повторю это не быстрая колесница и не жесткая справедливость это такой темп пальца что называется для рожденных в марте плюсе желание служить людям но не путайте служение с прислуживанием служение это и состояние изобилия истинного желания не ожидая ничего дороги а прислуживание из-за необходимости или давления изменения как в этом самом треугольнике картина чувство наполненность и любовью добротой эмпатичность все эти взращиваете доброту в своем сердце все взаимно как вы так и вам желание заниматься благотворительностью волонтерством посмотрите на свою жизнь под иным углом вы можете найти необычное решение проблемы будьте внимательны со своими желаниями и чувствами активный творческий период когда необычного поле фантазии уходит далеко к звездам потому что у нас энергия звезды про творчество не раз уже сказала создает поле месяца поэтому все что касается творчества то есть отшельник посидел подумал придумал какую-то идею и понес ее в социум люди а идея она касается ну абсолютно любой любого направления творческого то есть то что вам либо то что вы по картинке как смарт карты сейчас считаете да вот глядя на нее либо меня то что вам откликается то к чему вы уже давно были готовы ну желание заниматься благотворительностью волонтерством и это период активный поэтому используйте его но используйте так чтобы это все было на благо себе и на благо других если вы это делаете по-другому то переходите автоматически минус там у монеты у любой на у любого предмета две стороны мы говорим про обе чтобы вы понимали потому что грань между этими двумя сторонами она очень зыбкая очень легко перейти с одной стороны на другую буквально вот монета была в руках у нас мы ее уронили поднимаем она уже другой стороной ну так вот минусе не становитесь жертвой ради кого-то не делайте ничего вопреки своим чувствам и желаниям учитесь говорить нет берите если вы зарабатываете не себя самозадники то берите оплату за свой труд у людей может возникнуть желание сесть к вам на шею если вы так себя раздаете налево направо да это же наша энергетика это наше время время самый бесценный ресурс на этой земле и избавляйтесь от привязанности от обид не поддавайтесь паническому состоянию можно в себе покопаться что-то из прошлого тормозит ваше развитие вы как будто в подвешенном состоянии учитесь принимать похвалу подать и комплименты любите себя научитесь дарить себе любовь сами наполняться не от людей а от любимого хобби вещей привычек делайте все только из состояния внутренней любви не в угоду кому-то далее рожденные в апреле плюсе для вас месяц пройдет довольно гармонично легко как будто все к этому шло здесь энергия тринадцатого аркана трансформации да тоже будьте аккуратно максимально про минус говорим на тринадцатой энергии всегда важно понимать где грани где где можно где нельзя четкая структура нужна поэтому про минус мы поговорим побольше если вы давно решаетесь но никак не можете решиться и вас внутри как бы разбирает и вы уже понимаете что пора давно менять что-то а пора давно сменить одежду которая затерлась немодная что-то еще там цвет поменяла а вы вот не прикипели а на вас уже смотрите говорят ну что же это же сезон уже какой-то там 50-х годов поэтому вы обращайте внимание на то что требует изменений но изменений аккуратных резкость очков повторяйте чтобы все перемены прошли гладко и для вас и для ваших близких важно избегать нерешительности без ответственности не проявлять жестокости по отношению к другим если достойно пройти все испытания в этот период то жизнь вырулит что называется во что-то новое во что-то совершенно необычное по тринадцатой энергии говорят когда на дате рождения например у женщин да то они очень легко меняют образ если сегодня она например блондинка такой цвет волос завтра она покрасила волосы в рыжий цвет послезавтра условно говоря там через неделю она уже брюнетка то есть они очень любят вот такие преображения они просто необходимы но если цепляться за старое то естественно лучше не придет поэтому говорится что нужно инициировать лучше но всегда соблюдать все правила движения профилактировать вам важно заболевание сезонное да осень прохлада утро вечер прохладные день хороший например погода средней полосы да но так или иначе мы понимаем что надо чтобы мы если иммунитет подсел да то любую простуду можно легко на себя взять чтобы этого не происходило важно сейчас свежий мед есть да пропивать утром мед не горячей водой да и много что еще там аэргические препараты пропивать хотя казалось много витаминов вот сейчас такая пора но тем не менее это не помешало мы идем дальше я рожденных мая плюсе занимайтесь любым творчеством которое вам по душе обыкните мир внутри себя и полюбите себя оставьте гонку за успехом призвания ангел храните сейчас особенно близко наладьтесь связи следующее разговаривайте по душам со своим детским и живите с открытым сердцем период помощи высших сил душевное равновесие все вам идет на пользу и прислушивайтесь к знакам чтобы почувствовать свой настоящий путь не позволяйте общество управлять вами в этот период без шума и пыли происходит то что оказалось невозможным желаемое может быть достигнуто при терпении самоконтроле нужно только выучиться ждать что называется да быть спокойным и упрямым отличное время поработать с психологом для кого-то для освобождения себя душевных терзаний практики на прощение принятия благодарности все это важно делать а в этот период для гармонизации внутреннего состояния если почувствовали апатию падать все и предъявить депрессивного состояния то надо находиться в одиночестве в том этом лучше поделиться с подругой лучше знаете вообще поучиться на самом деле да потому что если человек работает на собой если он себя изучает а сейчас настолько много разных методов для познания себя то он такие глубины открывать себе и порой даже знаете психолог помочь может меньше на самом деле потому что психолог он как правило идет стандартными шаблонными подходами для всех да здесь уравнены перед ним скажем пациент или клиент и он работает с ним уже на так как есть а если подойти с точки зрения нумерологии например то цифры покажет сразу все слабые стороны сильные стороны блоки кармические затыки кармические грабли там где человек спотыкается и проходят точки зацикленности точки стресса точке и знаете есть точка h в портрете которая называется максимально тяжелая такая энергия точка падения падение по плохому вектору так называемым да и сколько я смотрела портретов я у нескольких человек видела как глубоко падали это вот ну почти на марианская впадина уровень вот примерно такой если человек ошибается обычно он ну опускается на одну на две ниже да вот по вектору поэтому на две на три но опустившись на самое дно мы говорим пробить но да есть надо еще постараться вообще на самом деле но если если не заниматься собой если не останавливать поток своих негативных мыслей то это скатывание с горы в это дно или к этому дну оно знаете вот чем дальше тем больше скорость набирает поэтому чем быстрее вы разрешите внутреннее терзание тем быстрее наладится жизнь и энергия выйдет в плюс ну здорового для жизни про это говорить не надо стандартно да контактируйте с водой слышать душу свои желания хорошо ходить бассейн вам это время проявляйте мягкость душевность нежность не стесняйте свои чувственности но в минусе еще что может быть это состояние когда из краник в краник касается всего ну я говорю про 14 энергии умеренности да или неумеренности в этом случае неумеренности или краник в питании во сне в эмоциональности в поведении когда люди с активной 14 энергии переживают какие-то сложные периоды своей жизни они могут спать ну буквально сутками ну про все остальное я уже сказала поэтому затягивание процесса здесь не надо допускать и беспечно тратить сил и время тоже надо верить в себя свои возможности и надо слышать и слушать своего ангела хранителя видеть эти подсказки слышим а мы переходим к рожденному июня и здесь в плюсе достойный заработок на творчестве желание изменить внешность вообще вам в июне будет спортить июньским это такая энергия энергия когда можно материализовывать буквально из воздуха свое желаемое это денежная энергия и энергия самых больших денег ну энергия в клубе да скажем так а какие могут быть еще желания это изменить внешность добавить больше яркости управление своими эмоциями корректные высказывания своими мнениями без сарказма без черного юмора не обижая собеседника все сюда денежная прибыль умельчение достатка здесь можно говорить о выигрышах то есть если кто-то покупает вот рейнг до сих пор да то месяц вот про это ну вам конечно надо посмотреть еще и дни подходящий когда купить когда поиграть чтобы попал на день выигрыша то есть вот та самая финанская энергия проигралась еще и через день да усилили на двух сторон месяц и день но это надо индивидуально смотреть значит рекомендуется очищаться давать аскезы соблюдать посты отказываться от зимних раскушений можно садиться на диету контролировать все да тебя в первую очередь от зависимости каких-то пороков больных желаний в кавычках больных от неумеренности в чем-то важно познать энергию прощения принятия в этот период проработать за сердце заземное научиться быть учитесь видеть мир и людей через призму добра развивайтесь духовно работайте над ценизмом который иногда проскакивает присущим в этот период над внутренней агрессией над ревностью над завистью мы в минусе еще что может проявляться здесь как раз такие темные стороны негативные качества характера и важно принять и проработать учиться рвиться духовно развиваться открывайте сердце для любви дарите чувствуйте любовь и тогда все будет хорошо потому что вас будут провоцировать вас будут испытывать задачи ваши будут на этот период это не поддаться всем порокам не вести разгульный образ жизни да вот не попасть на аферы а сейчас мошенников очень много позвонят смс и так далее эти разные схемы и люди на этом теряют большие деньги поэтому не поддавайтесь на искушение бесплатно совершиловки помните об этом не уходите в взорные проблемы алкоголь и другие зависимости и все у вас будет хорошо для рожденных в июле в плюсе прозрение озарение обретение смысла жизни духовный рост повышенная повышенная осознанность архив башня у вас очень хорошо стройка заниматься ремонтом старые установки взгляды будут разрушаться и на их место будет заложен новый фундамент новое мышление новое видение время перемен когда вы долго сопротивлялись но вся ситуация все обстоятельства так складываются что вам уже приходится обновляться да потому что вот разрушаются какие-то конструкции ну если это касается дома то может быть гаража где-то там терпичи какой-то откладываются все это элементы нашей жизни все это можно пережить да примите эти перемены и вы увидите в итоге что они только к лучшему перемены могут быть в религиозном ментальном планах если вы решите заняться практиками также благодарности прощения ходить на тренинги медицировать соблюдать диету поддерживаться от лишнего переедания перегруз то это не только положительные плоды любовь это созидание движение вперед создание жизни вокруг себя мы об этом помним да и вот это вот понимание жизни вот в этом контексте оно может прийти вот это вот новое понимание но в минусе может ломаться абсолютно все от бытовой техники до проблем со здоровьем ну Эрета Меркурий закончился да но вот такой маленький период Эрета Меркурия который знаменуется вот этой башней он может сюда просто подсвечивать дом да вот как живой организм он нам показывает обратите на меня внимание на тот сектор который сейчас ну требует который наиболее наименее защищен наиболее подвержен коррекциям например которые нужно сделать и оттуда идет негатив оттуда идут проблемы и дом вот как эти знаки да будут тоже подсвечивать и подсказывать вам что сделать и как это можно сделать вот то есть трудности испытаний показатель того что вы держите что-то старое и житое и прошлое свое не отпускаете поэтому надо быть не хвататься за то что разрушается давайте посмотрим на людей рожденных в августе и вам в плюсе участвовать в публичных мероприятиях заявлять себе можно какую-то пиар-компанию открыть это время высоких целей достижений вдохновения большие перспективы неожиданная помощь вы можете прославиться прокачивайте свой профессионализм свои театральные навыки тот кто себя не нашел найдет в этот период а тот кто на пути своего предназначения получит хорошие результаты будет развиваться то есть период обещает награду за самоотверженный труд повышение послуженность перспективы человек взорвестал засветился ну вот та самая звезда которую мы смотрели говорим про этот архитив и здесь можно выйти на сцену стать заметным ярко привлекательным вас узнают и любое творчество есть плоды это вязание шитье дизайн рекламные проекты фото видео это все будет такой яркий период жизни и какой бы сложной не казалась ваша ситуация например если что-то у вас ну кармических энергиях да находится вот как я вначале сказала этой программы что надо смотреть конечно объемно все но так или иначе возможно приятные плюшки бонусы какой-то отпуск неожиданной поездки праздники мероприятия и люди в этот момент они в этот период когда есть звезда они необыкновенно привлекательные и внешне и внутренне может быть вам тоже захочется как-то поэкспериментировать со внешностью принести какие-то необычные звезда она любит ну когда мы говорим про актеров да мы говорим звезда вот она любит вот такую немножко эпатаж что-то такое эпатажное ну в минусе если много амбиций они приведут или могут привести к провалу высокомерие не даст ожидаемых результатов результатов произойти желание замкнуться по отшельнику тоже может быть закрыться не общаться с людьми когда кто-то ударил больно звезда она вообще максимально дружелюбна но это в плюсе а в минусе это такая колкая холодная мы говорим замерзшая да личность которая как единая королева она перестала верить людям она ее предали друзья предали а она вот так вот стала статуей какой-то поэтому надо следить за своим состоянием и провокация этого времени это потухшая звезда когда нет сил хочется ото всех спрятаться скрыться и так далее то есть это допускать не надо дальше для рожденных в октябре в плюсе период самовыражения через творчество театр искусство кино моду фантазируйте мечтайте экспериментируйте в этом творчестве также это период глубинных практик работа с психологическими программами изучения различных методик влияющих на психику людей самое время мечтать о будущем визуализируйте изучайте работу с подсознанием узнайте как работа силомыслием утилизация желаний можете сделать карту желаний загадайте самые смелые мечты избегайте склетен зависти завистников и депрессивных людей следите за циклами луны а мы говорим о луне конечно об архитекту луны и в этот период луна полнолуния новолуния циклы они особенно будут влиять тем более что там задмение маяча тоже на горизонте если то что происходит в период полной луны не радует раздражает огорчает это знак что нужно что-то изменить переосмыслить жизни и задайте себе вопрос а в том любое направлении двигаетесь ну и минусы это страх обе мутность какие-то серые схемы которые непонятны это неуверенность в себе это зацикленность на проблемах это противоречие эмоциональные психологические проблемы замкнутость желание уйти от реальности в свой иллюзорный мир тоже иногда через вспомогательные препараты и здесь говорится что чаще контактируйте с водой это поездка на море прогулки воды бассейн ванной солью это все для вас отличные антиоксиданты от негатива в этот период займитесь проработкой своих страхов страх это все в нашей голове если мы обнаружили этот страх мы его признали мы себе провозгласили установку и я с этим страхом попрощалась я его больше не боюсь он уже не мой я от него отпускаю и все ваша программа этого страха закончится поэтому период дается вам даже как бонус наделите его яркими эмоциями все будет исполняться потому что восемнадцатая энергия это еще тот маг волшебный который может намагичить и у него сбывается не лучше чем у пятнадцатого аркана но если уловили негативную мысль то отстранитесь посмотрите на нее со стороны с одной стороны чтобы не принимать листы сердцу а с другой стороны чтобы не сделать ошибку далее для рожденных так мы с вами поговорили про ноябрь сейчас говорим да значит что в плюсе для рожденных в ноябре характерна связь с Богом духовное развитие испекайте ссор судебных разбирайтесь с родственниками и идет отличный период чтобы наладить и восстановить все родственные связи если вы пройдете по плюсу то в будущем получите бонусы от судьбы от кармы и через проработку родных в этот период будут поступать финансы новые возможности примиритесь со всеми научитесь принимать тех от кого отказались не протестуйте против мира и жизни и в минусе надо понять что принять значит простить осознать причину уроки который несет то и иное событие не смотрите что в чужом огороде где что-то лучше лучше свой пропалить и болеть и цветочки и период здесь может быть охарактеризован сужение возможностей например хочется приехать выйти на новый уровень заявить о себе что-то вещать и не получается и есть в этом какие-то препятствия возможно связанные с родственниками поэтому тоже смотрите ну и про декабрь да Люси иногда мы думаем что что-то сложное даже невозможно а потом удивляемся что все легко прошло и это как раз тот период когда после вот этого нечто прошло да и потом вы будете думать также вот пройдет некое расширение сознания вообще а сознание произойдет появятся мысли и у вас возникнет внутренний вопрос а что так можно было также остерегайтесь долгов кредитов займов отбрасывайте страхи и сомнений действуйте уверенно решительно любой закрывающийся страх найдет место для воплощения в реальной жизни поэтому тоже смотрим ну в минусе не станьте воевать следите за речью в первую очередь воевать нужно вот у нас есть внутренние роли да внутренние наши архетипы внутренний начальник внутренний ребенок внутренняя женщина мужчина и так далее и так далее поэтому вот внутренним воином своим перестаньте воевать научитесь принимать весь мир со всеми плюсами и минусами так же как проявление своих достоинств и недостатков просто принять сильнейшие энергии вселенной любовь и принятие и мир начинается с нас изменимся мы изменится тысячи людей которые взаимодействуют с нами в нашем поле находится учите языки занимайтесь духовным просветлением если вы не знаете как начните с книг если вы уже давно по пути осознанного проживания жизни здесь сейчас то этот период принесет вам небывалый рост вы как будто выйдете на новый уровень и данный период будет гладким комфортным радостным денежным прочитающим для вас ну конечно поскольку мы говорили сегодня про то что месяц у нас учебный то самое время в рамках университета найти свой любимый курс который вы давно хотели пройти но все не решались и наконец-то сделайте себе такой подарок соностроиться вселенной и запустите свою жизнь это новое знание которое вас изменит на 30-60 градусов то есть вы будете совсем другим и это все плавно и очень органично встроиться в энергии месяца ну надо сказать что 22 числа в сентябре будет день осеннего равноденства осеннейший день да который мы ждем четвертая третья точка в году да там зимняя будет еще четвертая и что я хочу сказать по поводу небольшой практики которую рекомендую поскольку все-таки это у нас солнечная тема и день выпадает ну вдвойне солнечная тема потому что день выпадает на день солнца на воскресенье поэтому я предлагаю в этот день нарисовать вам совсем простую картиночку такими свитерками вот вы потом сделаете скриншот и для себя перепишите вы нарисуете можно вообще это все расчерти да я сделала просто так а можно сделать такие клеточки квадратики и это янтра цифровая которую я вам показываю сейчас это янтра как раз солнышку да сурья и когда вы возьмете ну цвета солнца это вот желтый красный цвет вы возьмете такие цвета можете немножечко даже какие-то рисуночки порисовать кто любит рисовать и потом возьмите в руки вот эту янтра числовую даже нашу цифровую числовую и включите музыку включите мантру солнцу ом судья на маха их очень много в интернет и можете параллельно проговорить ну считается что в идеале это должно быть 108 раз да это сакральное число 108 повторений тогда у нас мы так называемую янтру оживим мы активируем ее вот этим повторением своим но кто не может например такое количество раз нет чего так или например нет времени то можно сделать кратное число можно сделать 9 повторов 27 повторов и и когда вы своей энергией напитали эту янтру вы повторили вы потом вдыхаете как бы вдыхаете да из из тела вот этот энергетический посыл на эту янтру и устанавливаете ее в свою восточную зону в своем зоне и конечно мы на все праздники на сильные дни загадываем себе желание намерения или там великий традиции называется санкальфа перед тем как эту янтру готовить вы подумайте о чем-то для себя очень важном о чем-то серьезном таком которое будет соответствовать энергии этого дня ну я рекомендую положить на восток да поскольку это все про солнце говорится и что нам с точки зрения вас несет солнце и восток вообще в доме восток это конечно про здоровье это первый элемент огня и это начало всего нового это старт это здоровье лидерство харизма жизненная сила власти мужская энергия статус возможности то есть все все самое приятное вкусное и хорошее поэтому что-то из того что я перечислила задумайте и с этим намерением вы ее будете рисовать будете в нее вдыхать и расположите на восточном секторе на ПМ алтарике у кого алтарь есть либо просто как-то на уровне глаз или где-то на подоконнике если у вас там скажем окошко вот и она будет работать можно сделать такие янтры не только себе а всем членам семьи например ребенку который начинает обучение с тем чтобы он был активен чтобы он был здоров ну и так далее по списку можно носить такую янтру солнечную собой в сумочке в женской сумочке она вас будет подкидывать она будет вам давать этой самой энергичности она будет давать этого солнышка да без солнца как в этой сказке Чайковского да все собственно жизнь заканчивается поэтому солнце нам необходимо солнце в гороскопе очень важная планета и вот такой кусочек осеннего солнца созданное вашими руками будет вас согревать всю эту осень и я желаю чтобы она у вас прошла сентябрь вся осень прекрасно ну еще пару слов скажу про дни которые подчеркнула сложные дни так называемые вот я отметила у себя 4 5 8 9 13 сентября 17 26 27 и 30 сентября как дни наиболее подверженные каким-либо ну они конечно разные да то есть тема дня вот например четвертая здесь тема здоровья выходит на первый план тема справедливости насколько справедливо и не справедливо к вам отнесутся насколько кармические грабли так называемое напомнят о себе и так далее то есть все дни абсолютно с разной своей тематикой но так или иначе эти дни повышенные осторожности и повышенного контроля не надо ничего бояться мы с вами ямпу сделали она нас будет вести и помогать важно понимать что надо быть просто внимательным внимательным к своим словам к своим поступкам к своим реакциям потому что мы понимаем что все люди зеркала как у нас и они так или иначе нам отображают либо нашу карму либо наши показывают нам направление нашего развития то есть все про учебу поэтому завершая эфир хочу сказать что пусть сентябрь пройдет у всех очень эффективно пусть эти прекрасные а сентябрь осень она вообще она в красках понимаете она яркая вот это вот ощущение когда идешь и шуршившиеся мистиками цветными когда мы собирали в школе гербарии и у меня где-то хранятся эти старые мистики которые сохранили цвет между прочим и это это здорово давайте чтобы у нас в сердцах это солнышко всегда горело чтобы мы несли это солнце в мир чтобы мы своим позитивом мир делали лучше светлее чище ярче добрее всем этого желаю и до следующих встреч до следующих встреч у нас Продолжение следует...